Всем привет, дорогие наши друзья! Доброе утро! Алексей сегодня не спит, работает с утра. Я только проснулась без 10 часов. Вчера готовила, когда освобождала морозилку, вытащила красную смородину. И взвесила ее, получилось около 900 грамм. Залила, засыпала, вернее, 900 грамм этого сахара. Блендером все взбила, но вчера еще крупинки сахара чувствовались в джеме моем, поэтому я оставила на ночь. И вы знаете, за ночь уже весь сахар растворился. Очень вкусный кисло-сладкий джем у меня получился. Я здесь подготовила банки, сейчас их переложу и в холодильник. Вот, у меня смородину, малину и что еще? И все, по-моему. Смородину, малину мама старается никогда не варить, а вот так вот засахарила, в холодильник убрала и всю зиму оно стоит. Знаете, иногда бывает, что плесенью покрывается сверху, но мы убираем и продолжаем есть. Детям уже не даем, а взрослые вполне могут поесть. Но пока оно свежее, сейчас активно буду кормить, скармливать детям, потому что это очень полезно. Все полезные свойства в таком джеме, в таком варенье сохраняются. Поэтому сейчас подумаю, с чем, может, плюшки испеку и буду кормить детей. А Алексей сидит и головой кивает. Говорю, детей буду кормить, а вот головой кивает. Да, Алексей? На улице солнышка нет, но детки гуляют. К нам возвращаются такие несильные морозы. Сейчас за окном минус 6, а ранним утром и ночью минус 11 было. Летом, вернее, даже осенью, когда я занималась закатками, вы мне посоветовали вот такую воронку. Спасибо вам огромное. Пользуюсь. Очень нравится. Помогает, выручает. Вот прям вот так беру, половником. Чик. И сюда. И все получается чистенько, аккуратненько. Мне очень нравится. Все-таки хорошо быть блогером. Такие вы иногда крутые советы мне даете. То, чем я раньше не пользовалась. Лайфхаки, советы. Банку большую, что ли, взяла? Ладно, буду заниматься. Маша. На черную. Повыше сделаешь, чтобы он стал как этот. Ну, уже все, ему неинтересно. Это самое. Спрашиваю Алексея, ну как? Он говорит, булочки не хватает. Да. В общем, банка оказалась, да, действительно большая. В итоге я взяла среднюю и даже еще самую маленькую принесла. В итоге у меня получилось средняя и маленькая баночки. А вот это все дело я залью сейчас питьевой водой. И будет у нас компотик. Так мы тоже очень любим. Почему-то, кстати, кто знает, может быть это в корейских семьях так заведено. Или так у нас. Я не понимаю. Короче, когда мама в детстве, когда мы были маленькими, делала вот такое варенье. И потом заливала все это питьевой водой. И давала нам вот такой компотик. Она его называла дядядя-дядя. Почему, я не понимаю. Что такое дядядя-дядя? Надо будет у мамы спросить. Вот я помню с детства дядядя-дядя напиток такой компотик. Дети мои тоже любят. У меня племяш, помню. Я был у него в гостях. А, он просто компот, да? Напиток. Нет, мне говорят, я говорю, хочу напиток. Я говорю, какой напиток? Сок, чай, молоко. Хочу напиток. Я не мог добиться, что он хочет. А он в школу, что ли, ходил, пришел после занятий. Хочу напиток. И так объяснить он мне не смог. Я потом звоню ему маме, своей сестре. Я говорю, хочет напиток? Говорю, возьми ложку варенья, в стакан воды размешай. Вот и напиток. Он это хочет. Но мы вот как-то с вареньем не делаем. Когда вот такой напиток я делаю, компотик, то только вот и когда эти надо помыть чашки. Да? А просто так мы почему-то не делаем, да? И дети не просят. Вытащила здесь вот такие. Вчера покупала йогурты детям. Тирамису. Надеюсь, им понравится. Они у нас любят молочку. Да, поставлю. Так. Уже разрешение не спрашивает, знаете? Раньше он спрашивал такое еще. Пока согласия не получит, он не прыгал, да? Если ты там игнорируешь его. Ну, там занят, не обращаешь внимания. Он не прыгал. Ждал разрешения. А сейчас даже не спрашивает. Прыг и все на руки. Да? Угу. Молодец. Он и разрешение тебе не спрашивает. В комнату шаскивает вообще? Да, да, да. Как хозяин ходит такой. Хозяин, хозяин. Хозяин, хозяин. Вчера даже, не вчера, а сегодня утром. Мы ходили на ксероксе, распечатать хотели там в детской комнате с Мишей. Мы идем, и он сзади нас идет. Такой раз, тоже к столу, к учебному, такой деловой. Кто деловой такой? Кто такой махнатый, кто такой деловой? Такие лапки у тебя острые, Тимоса. Ну, правильно. 5 килограмм сконцентрированный. На двух лапочках. Практически, да. Задние так. Два с половиной получается. Угу. Нравится, нравится. Птичка пролетела. Друзья, как страшно становится жить. Посмотрите. Вот этот мужчина в капюшоне. У него на спине написан ОМОН. И вот из этой газели вышли утром. Алексей говорит. Ребята в шлемах, в касках, как нам по телевизору в ютубе показывали на телеканале. Дождь, вот в таком обмундировании. И куда-то пошли, вот в соседний дом, в подъезд зашли. Прям, знаете, после всех этих событий с митингами, блин, страшно становится жить. Потому что, как я поняла, 31 числа они вообще по улицам, по спальным районам Москвы гуляли. И скручивали людей с сумками. Ну, то есть, вообще, можно ли на улицу выходить, стесняюсь спросить? Или нас сейчас могут там скрутить вообще? Сейчас тебе могут скрутить снимающую... Имею право, я блогер. Картофель, а не котлеты с картошкой. Все сказал? Нет. Сейчас будешь кушать картошку с картошкой. Приятного аппетита! Спасибо. Как дела в школе? Хорошо, три пятерки. Умница. Какие? Физкультуру я слышала, окружающие. И... 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 Математика. Математика. Умка. Вкусный компотик? Угу. Варенье делала компот, потом разлила вот в эти стаканы. Олежки вон стоит, оранжевые, и мешутки. А обедают они пюрешка с котлеткой. Нет, спасибо, кушайте. А ты право, да? Да. Вкусно? Угу. Хорошо. Очень. Все, приятного аппетита. Спасибо. Мишутка. Вкусно тебе? Угу. Умешутки сегодня царский ужин с мидиями. И суп куриный, да? Приятного аппетита. Олежка, переодевайся, иди тоже кушать. Тебе тоже оставили. Кушай, мой хороший. А ты не покажешь, я открываю. А, ну давай. Открываем сначала крышечку. Угу. А с крышечки мясо сошкряпываешь? Да. Потом... Зачем это новый лимон? Поливаем лимончика. Так. Потом... Немного берем. Берем половинку. Угу. И сошляем он как ложечкой. Угу. Молодец. А чтобы было удобнее кушать, с той стороной кушают. Вот так. Да, молодец. Оп. Ау. Че, б мне вот тут наоборот все сильнее стало. Там это... Миш, ты солом кушаешь? Вообще... Все, приятного аппетита. С старостью. Ребенок мечтает быть мукбангером. Че ты там удалишь? Так что не нужно. А что там не нужно? Много чего. Сейчас, говорит, удалю много чего ненужного. И буду снимать мукбанг. Миша, а хейтеры придут? Че будешь делать? Да, конечно. Мама тоже так говорила, что не будет обращать внимания. Знаешь, как бесит, когда приходят тут? Обзывают. Особенно тебя, когда обзывают. Михаил? Ну и что будешь делать? Мама, взрослый человек, тоже думала, что не буду на них внимания обращать? Ну, я, собственно, и не обращаю внимания. Но когда они начинают тебя обзывать, тогда обращаю внимание. Слышишь меня? Угу. И что? Тебе все равно? Да. Ну-ка, хочешь. В общем, собрался ребенок снимать мукбанги. А я давайте вам сниму. Ой, так. Во времена пандемии у нас полностью была забита кладовка продуктами. На кухне тоже все было забито. И мы такую вот болгарскую сумочку от Любовь к Болгарии заполнили и поставили сюда в спальню. Вот. Я думаю, пришло время разобрать, что здесь и уже отправить часть на кухню. Алексей свои эти сухари покупает, потом я их здесь складирую. Значит, сухари. Смотрите, тоже, видимо, обзор этих продуктов снимала вам. Рамен по 35 рублей покупали. Такой чан-рамен. Надо сейчас часть в кладовку отнести, а часть на кухню отнести, чтобы уже начали кушать. А то мы вроде как берем потихоньку отсюда чего-то, но потом опять заполняем. Я хочу вообще сумку эту расформировать и убрать отсюда. Хватит уже есть. Смотрите, открытые конфетки. Коровка. Так, что тут еще? О, смотрите, давно забытое. Олегу надо дать. Олег! Арахисовая паста у тебя еще и здесь есть. На. Арахисовая паста. Вкусная. По акции, как я покупала. На, вот еще банка кушек. На завтрак. Дальше. Вот такие овсяные печенья. Сейчас надо отнести тоже. Мне кажется, они уже твердые стали. Ладно. На кухню отнесем, там разберемся. Вот такие, смотрите, милка. Что тут еще у нас? Макароны. О, эти шоколадные чокопай. А вот здесь коробка была банановые чокопай. Дальше. Сушки тоже Алексей любит. Это вот к категории этих относятся. Сухарей. Тоже его тема. Такие вот эти соломки. Сейчас я это все на кухню отнесу и потихоньку-потихоньку съедим. А макароны, макароны тоже надо убрать куда-то. В кладовку. Кстати, вот эти макароны удобны, смотрите. Здесь есть застежка. То есть, если всю сразу пачку не использовал, можно закрыть их вот сюда. Тоже макарошки. О, сколько! А мы все покупаем курагу. Здесь только кураги еще, оказывается. Чернослив. Курага. Вау, что я нашла? А, пойдем сейчас чай будем пить. Макароны. И вот такие конфетки. Джек. Это вафельные конфеты в шоколадной глазури. И остались курага. Ну, в общем, вот такая вот сумочка. Сейчас я это все делаю. Макароны. Макароны и рамен отнесу в кладовку. Все остальное на кухню. И уберу отсюда эту сумку уже, наконец-таки. Алексей, открывай. Смотрите, я вам вкусняшки. Ваша мама пришла и вкусняшки принесла. Алексей, возьми! Поставь на... А ты, куда сядешь? У меня только один вопрос. Где ж ты раньше ходила? Че? Почему ты раньше не приносила вкусняшки? Не нравится, пойду отнесу. Ну, ну, ну. Подождите, Блин, да я снимать им буду. Понюхать хочешь? Али, дай, пожалуйста, ложечку. Твердый? Угу. А, вроде же вакуумная упаковка. Ммм. Смотри, чаем. Ладно, давай просто поедем. Олег, что ты мне в грязную кружку налил? Спасибо, я такие помои не буду, честно. Можешь выливать. А ты не могла сразу сказать, что там... Тея странная. Вроде доставы. Покажи, что это. Это щербет. Давай, делись. На, это тебе. Пробуй, рассказывай. Это мне. Ммм. Угу. Это молочная ириска, по сути. Да. Коровка, что ли, да? Нет? Ммм. Очень вкусно. О, спасибо, сынок. Миша, папа, зачем ты ему, когда он еще не покушал, дал сладость? Отобрать. А чё, Петрюка? Пойдёте. Тебе и полный чипяток. Полный чипяток. Ммм. С орешками. Какао и аразисом написано. Благодарю вас. Вот это открой. Ммм. Так, и давай... А это откуда у нас такая? Не с Болгарией случайно? Ммм. Откуда? Махнет немного, да, отожди. Ммм. Это, это... А чё, тут нету? С Болгарией. Окошко. Нет, это дядя... Какого звали-то? Как дядю звали? Дядю? Да. Не знаю. Каким? Ммм. Блин. Кауров, Кауров, как же звали-то? Денис, господи. Дядя Денис в Лазаревском это покупал, да? Детям. Да. По-моему, да? Он себе покупал, когда выезжал, и нам дал. Нет, а то он вам покупал. Прилипло, придётся две есть. Ой, у меня тоже две прилипло. У тебя не прилипло. Ой, у меня три прилипло. Чего делать, не знаю. Безобразие. Мне придётся оторвать донышко, а то тут останется у кого-то без ничего. Такая кисленькая прослойка джема. Кушай, кушай. И всё. Дверточек, да, Слёв? Съешь. Миша, ты же кушаешь ещё эту. А я вкушу, я хочу, чтобы мне тоже две прилиплые витрии. А лучше, сипять. Потом попа не слипнётся. Одна половиночка в другую не прилипнет. Ну хорошо. Олегу, дай, оставьте. Олегу, дай такое. Дай. Такая кукумиша. Отменьше чуть-чуть. Мне, открой. Джек. Нам зрители говорят, снимите мукбанг вчетвером. А как это сделать? То одних, то других снимать? Получили. Я говорю, какую шоколадку ты любишь, не знаю, поэтому купил тебе виски. Почти виски, Джек Дэниелс. А у тебя просто Джек в руках. Конечно, вот эти пряники пересохли. Вакуумная упаковка почему так произошла? Вакуум отечественный был. Такой? Наш, российский. Это как этот. Кабину на герметичность проверяют. Расскажу. О, эти две слепись. Не прокатил, наверное. Что-то не сделано. А, Калужская область, Боровский район, город Боровск. Кстати, туда бы съездить как-нибудь. Там, говорит, в городе живет художник, который раскрашивает все здания в центре. Рисует картины на домах. А у нас тоже стены стали рисовать в городе. Это он, может, приехал? Ну, вряд ли. У нас рисовали... Там баллончиками. Мы здесь под комплексом рисовали, там, ребята, молодые баллончики рисовали. Видео, как они занимались. А еще рисовали портрет на ДК. Я не знаю, кто делал. Но там, конечно, круто смоется. Вот не хуже. Школу возьми. Ну, что? Тоже мутбанк не шлишь? Кушаешь, кушаешь. Со зрителями. Да, Миша? Ладно, давайте прощаться. А чего бы ты хотела на мутбанке съесть, Миша? Это булочку? Пяти булочки. Нет, а так вообще вот из того, что в мире существует. Там, например, большую белую акулу. Хватит. Ну да, булочки. Ну да, булочки. Да, булочки. Может быть, кита. Медведи. Зубы поломаешь. Ты знаешь, что в Китае есть праздник в некоторых провинциях. И там кушают кошек. Хотел бы кошек покушать? Раньше кошки это были святое. В Индии, по-моему, корова святое. Да, да, да. Это самое. Они там, кстати, индусы по этому поводу сильно морочатся. Они там даже приписывают некоторые свойства коровам. То, что на самом деле нету. То, что они там... Ну, как это? Пищут радугой там и так далее. Ну, в общем. Так, приятного аппетита. Ладно, будем заканчивать видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока.